привет друзья с вами снова я сезон как он наконец-то у нас закончился я побрился всем команду спасибо за хороший сезон всем болельщикам за то что болит за свои любимые команды мы с вами ребята движемся дальше и впереди у нас чемпионат мира по хоккей с шайобочкой 2017 года и пока у нас чемпионат мира еще не начался я запишу пару-тройку видео о самом чемпионате где будет проходить много интересных фактов и я думаю что пора начинать поехали и так ребята как известно что чемпионат мира по хоккею 2017 года шайбой будет у нас проходить во франции и германии это в третий раз в двух странах во франции это соответственно у нас париж в германии это кельн но на самом деле чемпионат мира мог проходить и в других двух странах потому что официальные заявки изначально подавали дания копенгаген вместе с латвии рига франция германия они между собой изначально соперничали но в январе 2012 года они решили подать заявку вместе и окончательное решение у нас было вынесено в стокгольме 2013 году путем голосования дания и латвия у нас набрала всего 45 голосов франция германия 63 голоса германия проводила у себя семь раз чемпионаты последний раз был 2010 году франция же принимала у нас всего четыре раза чемпионат мира один из них проходил в 1930 году но последние три матча проходили у нас других странах это в австрии и германии и последний чемпионат мира по хоккею во франции проходил в 1968 году и сегодня ребята у нас интересный факт вот вроде бы у нас вот логотип чемпионата мира по хоккею как вы видели на нем изображен вратарь но я думаю никто не вдавался в подробности кто этот вратарь что это за вратарь принципе только можно понять то что это вратарь из сборной германии и сегодня я вам расскажу кто изображен на логотипе чемпионата мира по хоккей 2017 года как его зовут и кто этот вратарь а зовут его роберт мюллер роберт мюллер родился 25 июня 1980 году розенхайме это еще у нас то время было фрг в свои три года он уже встал на коньки из пяти лет выступал местном спортивном союзе защищал цвета розенхайма он играл на позиции как вратарь так и нападающий его тренер франц фридсмайер высказывался о нем то что спорт это его жизнь и в 2001 году в драфте нхл в девятом раунде он был выбран под номером 275 клубом вашингтон капиталс и летом 2002 года он попал на тренировочные сборы может он капиталс но после тренировочных сборов он решил продолжить свою карьеру германии выступал за немецкие клубы с 1997 года по 2009 год провел в общем 387 матчей играл составе сборной германии а в том числе на чемпионатах мира 2004 и 2016 года а также в зимних олимпийских играх в турине но к сожалению в ноябре 2006 года ему был поставлен страшный диагноз опухоль головного мозга в январе 2009 года он закончил свою карьеру вратаря а в марте состоялась последнее публичное выступление на церемонии закрытия сезона кельнер хаи и к сожалению 21 мая 2009 года роберт мюллер умер в своем родном городе розенхайм в возрасте 28 лет него осталась жена и двое детей и немецкая хоккейная лига связи с этим навсегда закрепила номер 80 за робертом мюллером которым он выступал а также включила в зал хоккейной славы германии вот так вот друзья вкратце я вам рассказал кто изображал у нас на логотипе чемпионата мира по хоккей 2017 года подробнее об этом игроке замечательном вратаре вы можете почитать в википедии и на сегодня это все а в следующем видео вы увидите в каком городе и на какой арене будет проходить чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 года и как всегда интересные факты спасибо друзья что смотрели меня будут впереди очень много всего интересного всем моим подписчикам всем новым подписчикам ребята море позитива здоровья смотрите хоккей любите хоккей играйте в хоккей хоккей это жизнь всем спасибо всем пока а